В городском округе Люберцы прошла очередная встреча с жителями в формате выездной администрации. На этот раз она состоялась в парке Малаховское озеро. Там завершилась масштабная очистка водоема. Это и стало главной темой встречи. Подробности расскажет наш корреспондент. Хотелось бы знать, как наглядно отражена работа по очистке озера посредством представления общественности подводной съемки донного ландшафта Малаховского озера. Мы использовали тот метод, который применяется в том числе и на морях. Гидроэхолод с привязкой к GPS. К GPS, который сделал достаточно подробную съемку того, что мы сделали. На основании которой, обсудив с рабочей группой, мы приняли решение о том, что работа по проекту расчистки Малаховского озера завершена. Более того, наглядно на те участки, где вынимались донные отложения, загнали технику, убедились, что мы уже до песка дошли, до чистого песка. Проект по благоустройству Малаховского озера под контролем общественности. А последний, самый важный этап очистка водоема, которая стартовала в начале прошлого года, под особым вниманием. За время реализации госпрограммы специалисты извлекли и вывезли более 100 тысяч кубометров донных отложений. Сейчас подрядчик восстанавливает благоустройство. Весной на береговой зоне пройдет акция «Вода России», во время которой в очищенное озеро запустят мальков. Самые активные жители здесь, так и самые образованные, подкованные во всех вопросах. Очистка Малаховского озера – тема номер один. Но жители поселка подняли и другие вопросы. Работа системы ЖКХ – благоустройство транспорта и дороги. По маршрутному такси обращались продлить остановку до Красной Змеевки. Но мы посмотрим, что технические условия не соблюдены, дорога заужена. На следующий год постараемся ее расширить и, возможно, запустить маршрут до Красной Змеевки. Так обращались еще по электропоселку. Первая дачная улица в ремонте была у Мосавтодора. Сейчас они ее почему-то убрали с ремонта. Ждем подтверждения от министерства. Скорее всего, они на следующий год ее перенесли, ремонт. Ну, все добьем, на следующий год сделаем. Выездная администрация – тот формат, который позволяет решить не только общественные вопросы, но и личные. Например, связанные с трудоустройством. Я кандидат социологических наук, столкнулась с проблемой трудоустройства в своем поселке, поселке Красково. И вот решила обратиться к представителям власти. Мне пообещали помочь в этом вопросе. Я бы, конечно, хотела быть полезна в том поселке, в котором я живу. Это было бы удобно мне прежде всего, потому что территориально – это всегда большой плюс – работать недалеко от дома. Такие выездные мероприятия администрация Люберец проводит регулярно. Они охватывают все микрорайоны и поселки городского округа. Вопросы, озвученные на подобных встречах, представители власти берут под особый контроль.